Доброе утро! Сегодня речь пойдет не о гортенциях, а о розах, которые растут в моем саду. В данном случае перед вами роза, которую зовут и забыла Gloria Day. Господи, не проснулась я еще. Такая вот очаровательная красотка с нежным розовым оттенком. Достаточно махровая и, в принципе, очень крупная. Вот она, Gloria Day. А это дамочка. Ее зовут Черная магия. Очень красивая роза, такая бархатная. Прямо бархатная-бархатная с таким темным черным отливом. А эту нежную красавицу зовут White Corvette. Она почва покровная, но я ее, как видите, сделала на такую мини-арочку. И она у меня такая полуплетистая. Цветет она все лето. Как, впрочем, и предыдущие Gloria Day и Черная магия. Они цветут у меня все лето с небольшим перерывом. Буквально в неделе-две снова набирают бутоны. Это красавица. Это Old Port. Она такая цвета фукси с белым контуром. Ну, он такой идет прям четко по краю, что вот видите полосочки. Очень красивая роза. Все эти розы в моем саду уже много лет. Бывает, что вымерзают, но потом идут от корня. А это английская кустовая роза. Olderest. Хотя она, собственно, не английская, а персидская, по-моему, эта роза. Такая махровистая, типа пиона. Конечно, она мне не очень нравится по той простой причине, что эти цветки, как лилейники, буквально держатся сутки, максимум двое. Но, тем не менее, у ней обалденный аромат. Эта роза у меня безымяшка, потеряшка. Но вот такая очень нежная и красивая. Я покупала ее, типа, как какую-то версалину или еще что-то. Но, в общем, я не нашла такой розы. Значит, продавец просто-напросто придумал. Но цветет она все лето обильно. А вот эти белоснежные красавицы с таким ванильным горлом. Вообще просто супер роза. Вот она огромная такая у меня. Цветет тоже все лето. И вот такими сразу опускает несколько бутонов и распускается одновременно. Сидит вот она у меня рядышком с гортензией моей любимой. Тоже, кстати, гортензию покупала как ванилу. Вместо ванилы выросло неизвестно что. И, в общем, ну ладно, красивое все видно. А вот мелкоцветковая роза, которая такая яркая, такая эффектная. Малышка где-то 60 сантиметров. Сидит она у меня рядышком с уже увядающей гортензией полистар. Вот полистар очень маленькая, не больше 40 сантиметров. А тут рядом еще ее гейхера даже умудрилась уже перекрыть. Поэтому надо, чтобы она, конечно, подросла. Вот Татьяна Васильевна из Лескова говорит, что они вырастают даже до метра. Будем ждать, когда полистар вырастет до метра. Ну, а пока речь о розах. А вот эту красавицу зовут Розовая мечта. Она реально розовая. И такая мечта-мечта. Роз у меня еще достаточно много. Пойдем дальше. А это моя Асиана. Она уже отцветает. Вон вдалеке там у меня выглядывает розовая мечта. Асиана очень быстро от морозов начала, видите, покрываться красными пятнами. А так у ней очень чистый, красивый цвет. Такой персиковый. Очень обворожительный просто цвет. А это мои спреи. Папа Гана, в частности. Вот такие веселые ребятишки. Растут в моем саду тоже очень много лет. Вот второй у меня. Папа Гана. Который я сама из черенка вырастила. Так сказать, селекцией занялась. Вот эти чудесные. Камера плохо передает. Это Барбара Энкемаш. Она ярко-красная. С таким черным контуром по краю. Но этого не видно. Потому что, вот немножечко видно. Потому что солнце светит. И роза вообще выглядит оранжевой. Ну вот еще один чудесный спрей. Который тоже цветет очень обильно со всего лета. Вот сейчас, видите. Сегодня у нас какой-то 13 сентября. А он набрал вот кучу-кучу-кучу бутонов. Один из которых распустился. Название, конечно, уже потеряно. По той простой причине, что покупала, кстати, в специализированном магазине. С названиями. Но когда она распустилась. Здесь на ее месте должна быть розовая. Вообще какого-то фиолетового цвета. И совсем другая. А у меня выросла вот такая небольшая красотка. И название я, конечно, не знаю. Потому что она не соответствует тому, что я покупала. К сожалению. Происходит у нас такое сейчас повсюместно. Даже приобретая в запакованном пакете якобы голландские саженцы. У меня выросло совершенно не то, что там было заявлено на картинке. Печальная вот такая история. Ну вот, кратенький обзор. Это не всех, конечно, моих роз. Только часть какая-то этих роз. Их много. Еще некоторые даже планируют только снова распуститься. Поэтому ждите новых сюжетов. Подписывайтесь на мой канал.